Привет! Вы на канале про продукт. Как сохранить кабачки на всю зиму. Кабачки – уникальные овощи, которые могут сохранять свои полезные качества и свежесть длительный период, практически от сбора до нового урожая. Этого можно добиться, понимая, как хранить кабачки на зиму. Квартирное кабачковое убежище. Кабачки интересны прежде всего тем, что могут храниться даже при обычных, квартирных условиях. В принципе, оптимально для них именно комнатная температура, не выше 25 градусов, то есть холод вовсе не обязателен. Для начала нужно определить наиболее подходящее место в квартире. Как хранить на лоджии рядом с ней. Излюбленное овощехранилище в городской квартире – это утепленная лоджия. Если она открыта холодом, то хранить можно рядом с ней. Варианты следующие. Утепленный закрытый верандой балкон – лоджия, который не отапливается дополнительно. При температурном режиме не холоднее, плюс 10 градусов, поможет хранить там кабачки очень удобно. Для хранения подойдет любая тара, коробки-ящики. Овощи раскладывают одним неплотным слоем на дно тар или просто на полках шкафов, встроенных в лоджию, избегая соприкосновения их друг с другом. Температура рядом с балконной дверью или у входа квартиры, как правило, отличается от обычной комнатной. Здесь чаще всего несколько прохладнее. Значит, именно эти места оптимально подходят достижению цели – хранить кабачковые плоды. Пригодятся опять же коробки картонные, может быть ящики, только желательно между кабачками положить перегородки, помогающие избегать соприкасания овощей. Где наиболее холодная температура квартиры. Любая квартира, когда сориентируешься, имеет местечко, которое можно смело назвать наиболее холодным. Оно встречается в квартирах угловых, возможно расположенных на первом этаже домов с подвальными помещениями. При измерении диапазона температур разных мест помещения, обязательно отыщется холодный уголок, как раз пригодный для того, чтобы хранить овощи дома. В этом месте кабачки кладут параллельно полу подальше один от другого. Спальня – место отдыха кабачков. Еще один популярный способ того, как хранить кабачки в квартире – под кроватное хранение овощей. Это не случайно, ведь на полу воздух всегда прохладнее, так как по законам физики теплый воздух поднимается. К тому же спать приятнее, когда помещение прохладное. Поэтому спальню часто проветривают, отапливают не столь сильно, как остальные комнаты. Если полы спальные обычные, без функции термо, отопление и под кроватью по возможности есть место, то хранить плоды осени можно спокойно прямо на полу. Краткосрочное холодное хранение или морозостойкое длительное. Кому-то надо хранить свежими кабачки нескольких дней, а кто-то делает их долгосрочные запасы на зиму. В любом из этих случаев можно подобрать свой вариант их сохранности. Есть довольно краткосрочный способ. Речь, как ни странно, идет про то, как хранить кабачки в холодильнике. Холод здесь помощник, а вот повышенная, влажность нет. Это провоцирует гниение кабачков и плесневение. Именно поэтому хранить долго не получится. Такой вариант стоит рассмотреть, желая положить на хранение кабачки, у которых тоненькая шкурка. Они при обычных квартирных условиях портятся слишком быстро, а в холодильнике можно обеспечить свежесть кабачков чуть дольше. Хранить их нужно в пакетах из бумаги, предварительно продырявленных для улучшения. Циркуляции воздуха. Кабачки при такой упаковке кладутся на холодильные места, предназначенные для овощей. В течение 30 суток они не испортятся. Если кабачки были разрезаны, их срок хранения сокращается до 2 суток. Хранить кусочки надо будет в целлофановом пакете. Если холод помогает хранению, как же действует мороз и можно ли хранить осенние дары в морозилке? Оказывается, это отличный способ не только хранить. Все кабачки длительно, но еще и сократить время на их приготовление. В морозильной камере хранить можно круглый год. Правда, часть полезных качеств утрачивается. При обычной долгой лежке твердеет кожура кабачков, их становится все труднее чистить и резать. Если этот момент вызывает неудобства, то хранить предпочтительнее именно на полке морозилки. Для этого кабачки моют и удаляют лишнюю влагу, режут кусочками и упаковывают герметично по пакетам с замками. Можно сначала наморозить, потом упаковать. Кстати, сделать кожуру мягкой можно простым приемом. Надо поместить неочищенный кабачок на дно емкости с водой. Полежав там некоторое время, он удивит своей податливой кожицей. Как хранить плоды дома? Если семья проживает в собственном доме, то вопрос, как хранить кабачки в домашних условиях, решается еще проще. К примеру, можно хранить овощи в подвале. Главное, чтобы там было сухо, отсутствовала плесень и имелась вентиляция. Кабачки не моют. Нужно просто отряхнуть землю или протереть чуть влажной ветошью. В пакеты класть не надо, лучше хранить открытыми. Кабачки плохо. Переносят соседство с картофелем, чесноком и луком. С последними из-за их аромата, который кабачки впитывают. Можно хранить рядом с другими бахчевыми. Домашнее консервирование. Ну и конечно же никто не отменял популярный вариант зимнего спасения витаминов. Домашние заготовки. Из кабачков варят салаты варенья, компоты типа ананасового. Традиционные консервы кабачковая икра. Есть еще любители сушить или вялить овощи. Совет. Перед тем, как хранить продукт, нужно соблюсти некоторые условия. Это касается сорта кабачка. Особенности уборки овощей и тому подобное лучше хранятся сорта с толстой плотной кожурой, вроде цукини. Поздние кабачки должны быть срезаны до заморозков. Уборку овощей нужно производить, когда день сухой. При срезе рекомендуется оставлять длинный хвостик у плодоножки. Кабачки не должны быть повреждены или поцарапаны на поверхности. После того, как плоды срезаны, их лучше сутки подержать на воздухе. Под воздействием ультрафиолета они чуть-чуть подвялятся, кожица окончательно загрубеет и станет надежным корпусом, способным хранить сочную мякоть. Зная, что можно сохранить на зиму вкусные и полезные кабачки, легко подобрать свой вариант для этого. Это поможет урожай спаси и снабдить семью витаминами на целый год. Понравилось видео, подписывайся на канал.